В городе Находка открылся крытый тренировочный каток «Жемчужина». На церемонию пришли жители города, глава Находкинского городского округа Тимур Могинский, министр физической культуры и спорта Жан Кузнецов, а по видеомосту из Москвы присоединился губернатор Олег Кожемяка. Сегодня мы видели, как широко спорт шагнул в нашу жизнь. Действительно, спорт – это источник силы и здоровья наших людей. Это символ могущества и величия нашего государства. Спорт – это физически и морально здоровая нация, которая уверенно смотрит в будущее и строит это будущее. На новой ледовой арене в Находке состоялся первый хоккейный матч. Специально из Владивостока приехала молодежная команда «Адмирала» «Тайфун», которая сыграла со сборной местных хоккеистов. Находки у нас активно занимаются хоккей, но именно условий для того, чтобы показывать высокие результаты спортивные у нас в Находке не было. И вот именно этот ледовый крытый каток даст нам возможность уже профессионально подходить к тренировкам, создавать условия, проводить самое важное соревнование. Это очень важно, чтобы приезжали к нам соревноваться. Это как раз все идет в развитии зимних видов спорта. Больше всех в новой арене, конечно, рады юные жители Находки. Там будет создан филиал детской спортивной школы хоккейного клуба «Адмирал». Очень хороший лед. Мне он очень понравился. И еще на других аренах нет, допустим, площадки для керлинга. Здесь все смещено. Это огромное, можно так сказать, открытие для нашего города. Так как в нашем городе такой арены никогда не было. И вот можно сказать спасибо нашему государству, что они сделали такую большую арену. И в нашем городе, наверное, сейчас больше захотят заниматься зимними видами спорта. В этом году в Находке откроется еще один круглогодичный каток. Также новые ледовые арены появятся и в других городах Приморского края. Сегодня действительно большое внимание уделяется строительству как новых спортивных комплексов, так и реконструкции существующих. И у нас в планах, конечно же, строительство ледовых арен практически по всей территории Приморского края. Сегодня у нас насчитывается около 10, но строится уже 4 и планируется еще построить 6-7 арен. То есть к 2030 году, возможно, мы будем иметь около 20 ледовых арен. Есть поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина построить здесь у нас на Дальнем Востоке, в городе Владивостоке, центры спортивной подготовки для сборных команд России по различным видам спорта. Сейчас инициатива губернатора Приморского края Олега Николаевича. Выделены деньги в бюджете правительства Приморского края на проектирование этих объектов и дальнейшее строительство. Крытый тренировочный каток в находке открыли на официальной церемонии запуска спортивных объектов, построенных в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», национального проекта «Демография» и федерального проекта «Бизнес-принт. Я выбираю спорт». Диана Иванова, Новости на Восьмом.